Добрый вечер. В студии Мария Лопатой. Вы смотрите новости из Венгрии. Коротко о главных событиях дня. Первая партия вакцины от коронавируса может поступить в Венгрию уже в конце декабря, заявил премьер-министр на заседании парламента. Виктор Орбан напомнил, согласно плану вакцинации, первыми добровольно и бесплатно смогут привиться медицинские работники и люди с хроническими заболеваниями. Он подчеркнул, что борьба с эпидемией и вакцинация не являются политическими вопросами. Для нас самое главное, чтобы венгерские граждане как можно скорее получили надёжную вакцину. Речь идёт о человеческих жизнях, и для нас важна каждая жизнь. Мы подписали договоры со всеми серьёзными производителями вакцины, и мы сделаем всё для того, чтобы безопасная вакцина быстро поступила в Венгрию, заявил Виктор Орбан. Данные по заражению показали незначительный спад по результатам целенаправленного массового тестирования. Об этом говорил госсекретарь по территориальному управлению на пресс-конференции оперативного штаба. Иштвен Дёжд подчеркнул, что сейчас намеренно тестировали работников местных центров госуслуг, и самый низкий уровень заражения был среди сотрудников службы одного окна. Всё больше людей соблюдают эпидемиологические правила, отчитался заместитель руководителя главного офиса оперативного штаба. По словам Роберта Киша, в выходные был закрыт один продуктовый магазин. Таким образом, стражи порядка зарегистрировали уже около сотни подобных случаев нарушений эпидемиологических ограничений. Завод компании «Мерседес» в городе Кетчкомет начнет производство электромобилей, заявил министр иностранных дел Венгрии. Петер Сиерта подчеркнул, один из крупнейших в мире автопроизводителей выбрал Венгрию для реализации своей высокотехнологичной инвестиции. «Мерседес» расширит свой завод на сумму 50 миллиардов форентов, которые венгерское правительство добавит ещё 15 миллиардов. По словам министра, инвестиция гарантирует более 4400 новых рабочих мест. Новые угрозы поступили в адрес венгров Закарпатья. На этот раз они появились в понедельник на рассвете на стене муниципального совета села Питерфолову. На ней было написано «Закарпатье – это Украина. Мы придём за вами, правый сектор». Глава администрации заявил, что намерение запугать очевидно. О преступлении он сообщил правоохранительным органам. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи.